Руслан, поделитесь впечатлениями от старта этих сборов. Какие ожидания, какие задачи стоят этой цели? Ну, я думаю, самое главное, как и в любом виде спорта, это побеждать. Будем настраиваться на эти две игры, постараемся отработать какие-то новые схемы, связи. Много новых игроков, в том числе и я. Поэтому, я думаю, самое главное, сейчас со всеми познакомиться, ко всему привыкнуть, понять, что от нас требует и, самое главное, побеждать. В эти первые часы, то, что вы сегодня здесь с кем-то же успели, отдельно познакомиться? Ну, с ребятами, да, из других клубов, которые до этого не был знаком, познакомился поближе, пообщались, поэтому только так. А с кем конкретно? Ну, там, с ребятами, с Динамо, там, с Данилом Фоминым тоже пообщались, поговорили, поздравили их с победой, с вчерашней. Потому что вчера смотрели эту игру и следили за ними. Не прокомментировали удары Фомина, которые взял Кенфеев? Ну, и, честно, обидно за него то, что не получилось побить рекорд, вот, но все равно молодец, 17 пенальти, это достойный результат. Валерий Георгиевич говорит о том, что, ну, главное, чтобы сборная собиралась, показать, что сборная жива и так далее. Вот вы согласны с этим мнением и с каким чувством приехали в сборную? Да, конечно, я согласен. И независимо, какая ситуация там происходит в мире, мы должны всегда собираться и быть готовыми, потому что сборная, как-никак, это основа нашего футбола российского, вот, и все игроки всегда готовы приехать сюда и доказывать. Таджикистан, Узбекистан, такие соперники, ну, наверное, не самые громкие по статусу, но при этом те страны, где сборную России очень любят, любят чемпионат России, вот, как-то ждете встречи с болельщиков и ожидаете, наверное, какую-то атмосферу особенную? Да, конечно, и в социальных сетях уже пишут, все просят привезти футболку, и все пишут, что придут болеть за нас и поддерживать. Вот, настраиваемся на эти игры, все равно будем стараться играть по победе, независимо от соперника, потому что нельзя недооценивать никакую команду, поэтому будем готовиться. Как узнали, как отреагировали и, в целом, как приезжали, как-то, может быть, в команде, именно Спартаке поддерживали? Ну, узнал, как и все социальных сетей, что попал в расширенность, сначала список, потом уже окончательный, ну, конечно же, был счастлив и очень рад этому. Вот, ну, теперь впереди осталось самое тяжелое, это доказать и чтобы остаться здесь. Ну, есть какая-то разница, там, я не знаю, чат, чатам в Спартаке завидуют джики, а чатам в сборной кто завидует, кто админ? Ну, администратор команды пишет, там, скидывает расписание, поэтому нет такого, как у нас там в чате. Все равно в клубе все уже намного чаще друг друга видят. Все струже немножко здесь в сборной, нет? Ну, можно сказать, более дисциплинированно, ну, так. Мы видели, как бразильцы те же самые, когда там получали, когда узнавали, что не попадает состав в сборную, там, радовались, там, какие-то видосики записывали. У тебя как это было? Ну, конечно, я был очень счастлив, сразу же созвонил с родителями, они меня поздравили, вот, с ними это все обсудил. Вот, ну, это было более спокойно, не как на этих видео. Ситуация, которую мы оказали, еще потому, что мы остранены от Европы, пускаем чемпионат мира, и следующий недостаток когда будет, и это твой первый вызов, ты мог вообще представить, что так все будет, что так все грустно складывается? Ну, не знаю, лично для меня не могу сказать, что грустно, все равно как-никак первый вызов в сборную, и я шел к этому, стремился и старался сделать все для этого. Потому что сборная – это большой шажочек вперед, вот, ну, будем стараться дальше, доказывать. Понятно, обидно, что нет таких турниров, вот, ну, что поделать. Ты можешь вспомнить, сколько воронежских футболистов были в сборной? Ну, наверняка, может, у тебя народный шишкин, наверное. Шишкин? Да, Шишкин. Вот, а так, может, даже уже не вспомню. Ну, то есть у тебя это отмечается в Воронеже? Ростовники, может, твои, первые тренеры, что тебе сказал? Ну, давай назовем первого тренера, это важно. Да, Андрей Юрьевич Черноусов, вот, ну, всегда следит за каким-то достижением, всегда поздравляет с победами, с папой всегда на связи, они уже как лучшие друзья со всем. Вот, ну, всегда следит, поздравляет, позвонил, сказал, что молодец. Молодец. Ну, он дал какую-то установку тебе? Ну, все просто, играю все в футбол и стараюсь докатать. Но ты можешь вспомнить, что ты с детства, когда ты только начинал, а вот этот тренер, тебе что-то говорил про сборную? Смотри, делай, там, я хочу тебя увидеть в сборной, потому что это важно для человека, который... Ну, конечно, всегда и подбатривал меня, и говорил то, что ты должен делать сейчас все, что можешь, и выкладываться по полной, и на тренировку выкладываться, чтобы потом попасть в сборную. Ну, и приводил примеры, и показывал игроков, видишь, то, что они играют в сборную, и ты можешь этого достичь. Какие примеры? Ну, на тот момент звезды, там, Аршавин, Кержаков, когда особенно они приехали в Воронеж, и мы пришли с папой... На Бельгия? Да, да. Мы пришли с папой на эту игру, и папа мне говорил то, что если ты будешь доказывать каждую игру и каждую тренировку, ты можешь добиться этого. Говорили ли с Карпином по поводу вообще вашего вызова, уже, может быть, успели переговорить? Еще личной беседы не было, поэтому не общались по поводу этого. Но успел же ты протокомиться с требованиями карты на сборной, потому что мы слышали, что они очень сильно отличаются от того, что в клубе есть. Да, успели, он провел собрание, сказал, что от нас требуется, сказал, по расписанию, и все. Ничего такого не было. Ничего сложного? Да, нет. Но, слушай, вот эта вот система в сборной, когда ты проснулся, заполнил определенную форму, насколько я понимаю, она есть в протоке? Да, присутствует так же, все заполняют, и все уже приходят к этому. А количество пунктов, оно сравнимо? Да, примерно одинаково. Примерно все одно и то же. Ну, сколько? Как поспал, какое состояние, что беспокоит? Все это есть. Примерно 3-4 пункта, но это же совсем легко заполнить быстро. И проще. Да, 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 и проще. И докторам, и тренерам сразу приходит понимание, кто готов, кто не готов. Ага. История с Сахаром. Как в Спартаке, как в сборной? Ну, у нас повар в сборной, он также и повар в Спартаке, поэтому питание примерно одинаково. Стараемся также соблюдать в Спартаке. Эту диету, без сладкого. Ну, было ли общение с тренерским штабом? Вообще, на какой позиции тебя видят? Нет, повторюсь, уже еще не беседовали, лично разговора не было. Насколько интересны будут матчи, учитывая, что товарищеские матчи, соперники все-таки, наверное, не те, которые предполагались до этого. То есть это босницы, там иранцы. И уже, может быть, именно когда попали в расширенный состав, может быть, парочку изучили игроков, тем более Узбекистан, там много, из РПЛ, ну, немало вообще. Да, да, но Узбекистан есть звезда, тем более Шамродов, который играет за границей, в Европе, поэтому я повторюсь, независимо, какой соперник, мы играем за сборную, мы должны выигрывать в любом случае. Слушай, ну вот когда говорят об экзотике, ну, у нас нет футболиста, который выступает в Роме, да, это очень такое... Я согласен, поэтому Узбекистан хороший. Может быть, там чуть-чуть храмнее себя вести в оценке Узбекистана? Ну, я говорю, повторюсь, то, что независимо, какой соперник, все команды сейчас уже умеют играть в футбол и доказывают это и показывают. Поэтому мы должны настраиваться только на победу и выходить, готовые только на 100%, а на 110%. Как думаешь, когда тренер скажет, когда тренерский штаб определится, на какую позицию он тебя видит, и как ты считаешь, твой универсализм, это в данной ситуации плюс или минус? Потому что есть мнение, когда футболист универсален, может сыграть на нескольких позициях, им просто элементарно затыкают дыры. Ну, каждый по-своему воспринимает все, поэтому мне, честно, без разницы, куда поставить, там готов сыграть. Потому что мы приехали в сборную и выбирать себе позицию, и говорить о том, что мне тут не нравится, и мне тут некомфортно, это неправильно. Ну, ты кем сам себя видишь? Что-то среднее между опорником и центральным защитником. Но тебе где комфортнее? Ну, комфортнее, конечно же, я уже много раз говорил, что в опорной зоне, чаще с мячом, больше каких-то движений. Но центральной защитной мне тоже очень нравится играть. Ну, при всем при том, что в Узбекистане есть игрок из серии А, да, и не самый простой соперник. Таджикистан экзотика, Узбекистан экзотика хотя бы из-за места расположения в Азии. Твой самый экзотичный соперник за карьеру? Ну, наверное, Китай. Вот, мы со Спартаком ездили с молодежным составом в Китай, как раз вот эти погодные условия тоже сыграли роль. Очень тяжело было играть, разница, во-первых, во времени, разница в климате, это влажность. Ну, наверное, Китай. Напомни, пожалуйста, про погодные условия. Ну, была высокая влажность и очень жарко. Ты выходишь на улицу, и буквально там на разминке ты просто можешь снять с себя бутсы и носки выжимать. Поэтому... Таджики, я говорю, что по нашим будущим соперникам, что, возможно, мы так прощупываем Азию. Ты, что думаешь по этому поводу, как бы мы смотрелись в Афкан? Ну, я думаю, со временем уже будет понятно, но сейчас товарищеские игры, я думаю, важны, потому что все равно сборная должна играть, и независимо, что происходит в мире. Если просто нас выключить из всего, то тяжело будет. Рассказывал, по-моему, Соболев, Саша после матча с «Спартаком», что в «Спартаке» есть такой тимбилдинг, и пели песни. Нет ли ощущения, что сейчас ребята-старожила, Соболев и Джики могут попросить, мягко скажем, что-то исполнить после первого матча за сборную? Надеюсь, обойдется без этого, но в любом случае придется проставляться. Ну, а если все-таки они... Ну, тяжело отказаться, согласитесь, Георгию Томазовичу? Конечно, конечно, тяжело отказаться. Что мы исполним? Ну, знаешь ли, ты, наверное. Вы чувствуете, что вы в голосе? Да. По Зобнину хочу задать вопрос. Я до конца так и не понимаю, что за хроническая травма мешает ему приехать в сборную. Он играет по 90 минут, внешне здоров как бык, но в сборной России он не играет. Что случилось? Ну, давайте я тоже честно вам отвечу. Я лично не знаю, если бы не обсуждал эту тему. Вот, как я знаю, и также из СМИ, то, что разговор у него был с Карпиным, с Аллерием Георгиевичем. Да. Это их личная беседа, я не знаю подробностей. Поэтому без понятия. Как ты для себя находишь мотивацию играть в сборную? Для тебя что основное? Ну, как можно даже задавать такие вопросы? Ну, как? Я молодой игрок, и сборная для меня это реально то, к чему я стремился на протяжении долгих своих лет, которые играют в «Спартаке». Вот, и юношеские, все сборные, молодежные. Я всегда готов был ехать и не задавался этим вопросом. Зачем, почему? Ну, то есть тема, которая постоянно возникает в разговорах о том, что мы не участвуем в турнирах, она для тебя вообще? Нет, нет. Сборная есть сборная, и это счастье для футболиста и для меня, как бы, прежде всего. И был какой-то, есть ли, практикует, обоскалит такие разговоры, когда футболисты уезжают в сборную, и, может быть, какие-то рекомендации даются? Ну, нет. Самое основное, когда футболисты уезжают в сборную, это спрашивают по здоровью, как здоров, ты готов. Вот только такой разговор был с ним, и все. Вот. Таких каких-то там наставлений не было. Последний вопрос, да. Я слышал, что ты организуешь какой-то детский турнир в Воронеже под Новый год. Что это такое? Да, я уже летом организовывал, договаривался с людьми, чтобы просто, чтобы для детей был турнир, потому что сейчас уже больше команд стало в Воронеже, популяризация футбола есть у нас в городе, и я очень счастлив. Вот. Ну, это был турнир детский, юношеский, обычный. Вот. Сделал ребятам подарки и провели турнир. За свои деньги это все делали? Да, да. Не, саму организацию берет на себя именно компания ДФЛ, вот. А подарки и какие-то там индивидуальные награды я на себя беру. Приславно, еще одно уточнение. У тебя не так давно было пара травм, из которых ты пропускал матч, как сейчас оценишь свое состояние. Готов ли будешь играть, ну, если так случится, обе ближайшие игры этого слота сборной? Ну, сейчас уже полностью остановился. Все равно, да, тяжело было. Вот эта игра в Сочи и с Локомотивом, после трех недель паузы. Ну, сейчас уже готов на себя сто процентов. Все равно эти игры привели в какой-то силе, в тонус. Вот. И уже готов.